здравствуйте и дорогие друзья сегодня мы продолжаем рассказ о спорах за жилье о спорах за доли и накопились вопросы на которые необходимо ответить они поступают ватсап спасибо все кто пишет я пишу на них ответы но часть вопросов я решил сгруппировать и ответить на них в своем видео потому что вопросы действительно интересные и часть из них требуют дискуссии обсуждения и эта дискуссия идет итак вопрос 1 в своем видео вы рассказываете о происхождении слова доля и примерах его использования считаю необходимым добавить что есть доля печени и доля легких имеется виду у человека денис краснодар и не спасибо я не знал что печень и легкие у человека делятся на доли но вот еще один аспект применение этого термина уже в медицине второй вопрос не хотим продавать свою одну вторую долю в двухкомнатной квартире своим соседям с удольщиком которые 7 лет пили нашу кровь как обойти право преимущественной покупки ими нашей доли и продать другим людям евгения город хабаров вы знаете я думаю что не надо обходить преимущественное право ваших садольщиков это наверное самая крайняя такая мера постарайтесь с ними договориться все-таки добрый мир лучше худой ссоры но и и не портите себе карму тем что вы вот таким образом их обойдете и верните их пучину споров за долевую квартиру с гринейлерами неудачными соседями так далее третий вопрос вы говорили что доля не жилье и не недвижимость и не измеряется в квадратных метрах почему в суде в споре по определению порядка пользования комнатами судья указала что наша одна третья доля в трехкомнатной квартире соответствует жилой площади в 15 квадратных метров нам суд определил комнату 14 квадратных метров пишет вадим город самара до доля не является ни жильем не является ни недвижимостью доля не может определяться квадратных метров дело в том что законодательство касающиеся долей является неполным пробельным и судьи вынуждены в этом законодательстве искать такие пути средства разрешения споров которые бы имели ну какую-то минимальную логику и поэтому суды невзирая на то что доли квадратными метрами не измеряются применяют этот способ ну вот уже так есть законодательство наше таково и судьи вынуждены это делать чтобы хотя бы абстрактно как-то определить возможность раздела собственников и их долей которые спорят не могут договориться четвертое я получил наследство одну третью долю в четырехкомнатной квартире вселился туда женой и ребенком занял отдельную комнату ребенка прописал а в прописке жене в мфц мне отказали как мне прописать свою жену в данной квартире подпись али баба город омск но по всей видимости не вы имеете ввиду не прописать такого понятия сейчас нет а зарегистрировать супругу вы можете зарегистрировать если например подарите ей какую-то часть своей доли она станет собственницей силу этого она сможет беспрепятственно зарегистрироваться в этой квартире пятый вопрос мне интересно что во всех цивилизованных странах мира существует конфликт с долями в жилье когда родственники конфликтуют и готовы убить друг друга вопрос задает клим город москва вы знаете я готовлю отдельное видео по поводу того как споры долевые происходят в европе разрешаются и в соединенных штатах америки надеюсь что до нового года видео будет готова я вас им познакомлю 6 вопрос смотрела видео о защите жилищных прав в испачке но это в европейском суде имеется виду какова реальная статистика успеха при обращении туда жалобой вопрос задает полина город москва очень хороший кстати вопрос какова статистика успешных решений но это вообще постановление в европейском суде для граждан российской федерации настоящее время статистика примерно такова из 100 жалоб поступающих из россии европейский суд по правам человека принимается четыре жалобы и рассматривается и по четырем жалобам постановление выносятся по двум постановление это значит обращающийся в европейский суд выиграл этот спор то есть статистика успеха 2 процента кстати ранее си взять лет 15 назад статистика была один процент ну сейчас граждане стали обращаться более активно перед этим они изучают правила обращения как за жалоба составляется как она направляется поэтому наверное и успех удвоился сегодня 2 процента успешности следующий вопрос я изучала в институте конфликтологию и треугольник карпмана думаете это поможет мне в споре с бывшим мужем с которым мы делим дом вопрос задает я на из одинцова я на я не знаю поможет или нет уж точно не повредит самое главное чтобы вы наверное с мужем если расстаетесь чтобы договорились и имущество продали совместно или чтобы она осталась этот дом остался у кого-то из вас выплатой компенсации и не выбыл использование найдите путь треугольник карпмана вам поможет это точно звоните поможем и мы следующий вопрос мне предлагают купить одну вторую долю в двухкомнатной квартире которая определена судебным решением для проживания продавцу эта комната с балконом и гарантируется ли мне эта комната для моего дальнейшего проживания при покупке доли спрашивает ольга михайловна из приморского края дело в том что определение порядка пользования и определение для пользования комнаты который определяет суд является исключительно для конкретного человека например если женщина с двумя детьми и определена для проживания в одной второй доли в праве комната вот та самая комната с балконом то это не значит что вы приобретая эту долю сможете вселиться ту самую комнату по той причине что суд определил эту комнату женщине с двумя детьми то есть обстоятельства таковые что суд определил и полагая что это будет соответствовать ее доли и той ситуации в которой она находится поэтому на это не рассчитывает определение порядка пользования относится конкретному субъекту они как не к объекту имейте это ввиду следующий вопрос мы с братом унаследовали после смерти отца его однокомнатную квартиру брат семью ее сразу же занял и зарегистрировался там с двумя детьми меня не пускает квартиру обсуждать ничего не хочет как быть александр из санкт-петербурга александр вы знаете однокомнатная квартира это тупик в эту квартиру нельзя не вселиться не определить не порядок пользования но вы можете в судебном порядке если не сможете с договориться взыскать с него за пользование вашей доли какую-то компенсацию как если бы он у вас эту долю взял в найм или часть вот этого жилья взял в найм такие примеры есть суды такие споры решают очень быстро но для этого нужно первое что сделать это провести экспертизу стоимости найма всей квартиры а потом в судебном порядке требовать одну вторую долю от этого найма я думаю необходимо сделать так хотя конечно постарайтесь братом договориться без дебных споров насколько это возможно на этом все ну что желаю вам чтобы споров у вас за жилье не было чтобы долей у вас в недвижимости не было были только целые объекты споров с родственниками не было с родственниками были чтобы только отличные отношения и чтобы в жизнь у вас все было замечательно все спасибо что смотрите наш канал до свидания пока